Наше путешествие предстоит на остров, расположенный среди вод Ладожского озера и называется этот остров Валаам. Добраться до острова можно на теплоходе из Приозерска или Сартовалы. Расстояние от Сартовалы до Валаама составляет 41 километр и занимает около часа. В Сартовале билеты можно приобрести либо в составе экскурсионных групп, либо отдельно в кассе причала, но в этом случае их стоит приобретать заранее. Автомобиль можно оставить на охраняемой стоянке у причала. ПЕСНЯ По преданию, во времена распространения христианства апостол Андрей Первозванный двигался на север, проповедуя Евангелие. Пройдя Днепр и Волхов, ученик Христа вошел в бурные и вращающиеся воды озера Нева и установил на горах Валаамских каменный крест. ПЕСНЯ Относительно достоверная документальная история Валаамского монастыря начинается с XIV века. Валаамский монастырь упоминается в житие Саватия Соловецкого. ПЕСНЯ Валаамский монастырь стабропегиальный, то есть находится под наблюдением и каноническим управлением патриарха Московского и всея Руси. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Всего на Валааме по состоянию на 2017 год расположено 17 скитов, частью находящихся на Центральном и частью на Удаленных островах. Некоторые еще достраиваются. Любого пребывающего на Валаам встречает Никольский скит, который включает церковь Николая Чудотворца, построенная в 1853 году, и церковь Иоанна Дамаскина, построенная в 1856 году. Часовня Покрова Пресвятой Богородицы И вот появились купола Собора Преображения Господня. По прибытии на Валаам в Монастырскую бухту вы можете присоединиться к экскурсионной группе, либо осмотреть остров самостоятельно. Если вы присоединились к группе, необходимо быть готовым к плотному графику осмотра, но в этом случае вы увидите наибольшее количество достопримечательностей с пояснениями экскурсовода, и все это в течение дня. Рядом с причалом расположилась часовня всех скорбящих радостей. Старый сад Часовня Иконы Божьей Матери Знамения Мы подошли к стенам Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Памятник святому апостолу Андрею Первозванному О распорядке дня в Валаамском монастыре и особенностях богослужений подробно рассказал православной печати настоятель епископ Панкратий. Субтитры создавал DimaTorzok Иконы Божьей Матери Субтитры создавал DimaTorzok Иконы Божьей Матери Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новый сад с солнечными батареями Новый сад с солнечными батареями А мы тем временем направляемся в Никоновскую бухту, Гефсиманскому и Воскресенскому скитам. Слава Ти, Боже, святий се Може, Христос воскресе, радост донесе. Слава Ти, Боже, святий се Може, Христос воскресе, радост донесе. Слава Ти, Боже, святий се Може, Христос воскресе, радост донесе. Слава Ти, Боже, святий се Може, Христос воскресе, радост донесе. Слава Ти, Боже, святий се Може, Христос воскресе, радост донесе. Игумен Маврикий решил создать на острове Русский Иерусалим. Так в начале 20 века появился Гефсиманский сад и другие места, повторяющие святыни Иерусалима. Гефсиманский скит находится у подножия Елеонской горы. Церковь и часовня декорированы искусной деревянной резьбой, а келейные корпусы расположены в окружении красавиц пихт. Место знаменито тем, что здесь жил исповедник старого стиля Тимон. Благодарим Ти, великий я рад и слави Твоје я. Господи, Царју небесни, Боже, Отче, се држи Тељу. Господи, Сине, единородни, Иисусе Христос и святи душе. Господи, Боже, Агрнче, Божи, Сине, Отећ. Земљај грех мира помилуй нас. Земљај грехи мира прими молиту нашу. Сједјај, одеснују Отца помилуй нас. Јако Ти јеси един свят, Ти јеси един Господ, Иисус Христос во славу Бога Отца помил. На всяк ден благословљу Тја, и во слављу имја Твоје во веки, Иисус Христос во славу Бога Отца помилуй нас. Часовня Вознесения Господня находится на горе Илеон. Это удивительное по красоте место. Иисус Христос во слављено имја Твоје во веки, амин. Буди, Господи, милост Твоја на нас, Я, Огоже, у Бога Бога Тија. Благословље си, Господи, Научи имја оправданијем Твојим. Благословље си, Господи, Научи имја оправданијем Твојим. Благословље си, Господи, Научи имја оправданијем Твојим. Воскресенский скит стоит на горе Сеон. Гора Сеон в Библии означает место пребывания Бога, Его дом. Или, как еще говорят, проекция места обители Бога в Царстве Небесном. Считается, что на месте Воскресенского скита Андреј Первозваный поставил крест, обозначив тем самым первую святую землю. Особенность Воскресенского скита – наличие двух церквей – нижней и верхней. Нижняя является некой копией пещеры Гроба Господня, которая находится в Иерусалиме. Над головой нет привычного купола, все скромно, без излишеств. Иконы Верхней Церкви написаны монахами, жившими на Валааме. Красивый злоченый купол храма – ориентир для пребывающих судов. В трапезной скита путешественникам обычно предлагают пообедать. Еда простая, но очень вкусная. В Верхнем храме хранятся редкие иконы, которые выразительно смотрятся на белых, обильно освещенных стенах. Но главную гордость представляет фарфоровый двухъярусный иконостас с изумрудной отделкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и закончилось путешествие на Валаам. А нас ждет дальнейшее изучение Карелии и открытие еще многих интересных мест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok